Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событиях 26 марта. 26 марта 2003 года под поверхностью Марса обнаружено большое замершее море. По мнению ученых, около 5 миллионов лет назад этот регион площадью 800 на 900 километров был затоплен, после чего вода замерзла, а лед покрыли отложения. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке неизвестно минус это не просто удачный афоризм. Разве кто-нибудь на Земле сейчас помнит, что на месте гигантской пустыни Сахара всего-навсего 6 тысяч лет назад текли многоводные реки, шумели леса и кипела жизнь? Марс с незапамятных времен называют Красной планетой. Яркий красный диск, висящий в ночном небе, когда эта планета максимально приближена к Земле, всегда вызывал у людей какое-то тревожное чувство. Похоже, что Марс пережил вместе с Землей эпохи великих оледенений. На Земле последнее грандиозное оледенение завершилось всего 12-13 тысяч лет назад. Воды на Марсе было много. Об этом свидетельствуют полученные космическими аппаратами фотографии планеты с разветвленной речной сетью и грандиозными речными долинами, похожими на знаменитый каньон Колорадо в США. Нескольких последующих миллионов лет оказалось достаточно для того, чтобы Марс превратился в безжизненную пустыню с замерзшими морями и реками, засыпанными красным магнитным песком. Многие замерзшие моря, озера и реки Марса сейчас, вероятно, засыпаны красными песками. Красные пески Марса, развеиваемые ураганами, минус это частицы куры выветривания глубинных пород. На земле в наше время такую пыль проклинают водители на грунтовых дорогах Африки и Индии. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.